Дзюба Артем Сергеевич, российский футболист, заслуженный мастер спорта, нападающий Петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России, двукратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России и Суперкубка Российской Федерации, участник чемпионата Европы 2016 года и чемпионата мира 2018 года, второй бомбардир в истории сборной Российской Федерации и четвертый бомбардир в истории чемпионатов России. Артем Дзюба родился 22 августа 1988 года в городе Москва. Семья мальчика никак не была связана с футболом. Папа Сергей Владимирович служил в правоохранительных органах, а мама Светлана Александровна работала продавцом в одном из продуктовых магазинов столицы. Спортом Артем увлекся очень рано, а в возрасте 8 лет Дзюба пришел в Академию Спартака, куда его пригласил после просмотра Александр Ярцев. В 2005 году по рекомендации Евгения Сидорова, талантливого футболиста перевели во взрослую команду, где он начал выступать в дублирующем составе Спартака. Успешная игра молодого футболиста была замечена тренерами и вскоре его перевели в основной состав команды. Уже через год состоялась дебютная игра спортсмена. Артем Дзюба появился на матче Кубка России, где соперником его команды стал Екатеринбургский Урал. Далее спортсмен отметился на чемпионате России, где играл в 12-м туре. Тогда соперником Спартака выступал Раменский Сатурн. Потом играл за Кубок России, вновь встретившись с Уралом. За молодежную сборную страны Артем Дзюба впервые начал играть в 2009 году. В 9 матчах он забил 4 гола. В 2011 году включен во вторую сборную России. А уже в ноябре спортсмены взяли в основной состав сборной. В том же месяце в борьбе со сборной США заработал пенальти, который успешно реализовал Роман Широков. Хорошим для игрока стал и 2012 год. Футболист забил один из трех голов в игре со швейцарским Базелем. Тогда российская команда выиграла у швейцаров со счетом 3-2. В мае того же года Артем появился на поле с капитанской повязкой. Это случилось в гостевом матче Спартака с Зенитом. Команда Дзюба выиграла тот матч со счетом 3-2. В том же месяце команда попала в Лигу чемпионов. Осенью 2014 года Дзюба отказался продолжить старый контракт со Спартаком и отклонил предложенный новый. В это время он получил предложение играть за питерский Зенит. Сумма нового контракта составила более 3 миллионов евро. Дзюба присоединился к команде в июле 2015 года. В том же месяце успешно дебютировал, забив пенальти в игре против Динамо. В сентябре 2015 года в составе сборной России Артем забил мяч ворота шведской сборной и принес победу России. Через несколько дней спортсмену удалось забить 4 гола в матче против Ликтенштейна. Дзюба стал вторым футболистом отечественной сборной, забившим больше трех мячей в рамках одной игры. Далее в отборочном турнире Евро 2016 в матче против Молдовы забил 8-й мяч, обновив голевой рекорд в сборной России. В начале 2017 года футболист выбран вице-капитаном команды. В ноябре того же года сыграл в матче с Тосном, проведя сотый матч в составе петербургской команды. В дальнейшем выведен из состава команды и не участвовал в ее первом сборе в январе 2018 года. По итогам сезона он принял участие в 24 матчах и забил два мяча. По ходу сезона Дзюба потерял место в стартовом составе «Зенита». В результате 31 января 2018 года отдан в аренду до конца сезона в Тульский арсенал. Первый гол за канониров Артем забил 9 марта, поразив ворота «Амкара». Будучи в аренде, Дзюба 22 апреля принял участие против своего действующего клуба «Зенита», в котором отметился голевой передачей, а на последних минутах отметился забитым голом, принеся своей команде ничью. Матч закончился со счетом 3-3. Тренерским штабом 3 июня 2018 года Дзюба включен в состав сборной России на Домашний чемпионат мира по футболу 2018 года. В игре сборной России со сборной Саудовской Аравии забил мяч ворота через минуту после выхода на замену во втором тайме. В 1-8 финале 1 июля того же года стал автором важного мяча в ворота сборной Испании, позволившего сборной довести матч до серии пенальти и выйти в 1-4 финала. Футболист питерского «Зенита» Артем Дзюба в мае 2019 года признан болельщиками лучшим игроком 28 тура Российской Премьер Лиги. Форвард набрал 74% голосов о вопросе фанатов. Российский футбольный союз на заседании 26 июня 2019 года признал Артема Дзюбу лучшим игроком сезона. Нападающий «Зенита» принял участие в 27 матчах Российской Премьер Лиги, забив 8 мячей и сделав 10 голевых передач. Также на счету форварда по 5 мячей голевых передач в 9 играх Лиги Европы. Капитан сборной России Артем Дзюба 23 декабря 2019 года во второй раз подряд признан лучшим футболистом календарного года в России по версии Российского футбольного союза и издания «Спортэкспресс». По результатам голосования тренеров, менеджеров, болельщиков и журналистов игрок «Зенита» с большим отрывом опередил хавбека французского Монако Александра Головина и польского полузащитника московского локомотива Криховяку. Футболисты петербургского «Зенита» 8 ноября 2020 года победили Краснодар в матче 14 тура Российской Премьер Лиги. Прошедшая в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 3-1. Артем Дзюба стал автором одного из голов на 79-й минуте. «Зенит» с 30 очками вышел на второе место в турнирной таблице. Из-за скандального видео интимного характера, где главным действующим лицом был Артем Дзюба, главный тренер сборной команды России Станислав Черчесов заявил, что не отправит Артему вызов на предстоящие сборы российской команды. Кроме того, игрока лишили капитанского звания в команде «Зенит». По решению тренера Сергея Симака это место занял Диан Лаврен. Сам спортсмен опубликовал видеообращение, в котором назвал произошедшее ошибкой и поблагодарил всех, кто не отвернулся от него в трудную минуту. В марте 2021 года стало известно, что Дзюба вызван на матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Футболист женат. Его супругу зовут Кристина Дзюба. С будущей женой Артем встретился в Нижнем Новгороде. В момент знакомства Кристина училась на четвертом курсе одного из вузов города. Через месяц после этого пару узаконило отношения. В 2013 году у них родился сын Никита. Высокого статного футболиста всегда замечали девушки, поэтому у него было большое количество романов. В марте 2015 года личная жизнь знаменитости стала объектом повышенного внимания. В российских СМИ появилось сенсационное видео, на котором спортсмен встречался с некой загадочной блондинкой. Представители прессы узнали в девушке, которая сидела в машине вместе с ним, популярную телеведущую Марию Орлзу. Видео и фотоизмены вызвали скандал, поскольку и Дзюба, и Орлзу на тот момент состояли в браках. Позже Артем прокомментировал ситуацию, сказав, что это стало для него большим уроком. Он пересмотрел ценности и понял, что может потерять семью из-за любовницы и своего поведения. Футболист признался, что ему было стыдно перед женой, но все же им удалось сохранить брак. 26 февраля 2016 года Дзюба стал отцом во второй раз. У него родился сын. Мальчика назвали Максимом. Распространяться о личной жизни сыновьях он не любит и не выкладывает в сеть их фото. Правда, рассказал, что старший уже ходит в футбольную секцию, а вот младший, возможно, в будущем выберет хоккей. В свободное от тренировок время Артем может поиграть в приставку. Его любимые игры – FIFA и NHL. Другое хобби – чтение книг. О любимых книгах он рассказал в апреле 2018 года, когда дал интервью официальному сайту Тульского арсенала. В первую очередь спортсмен назвал графа Монте-Кристо. Потом рассказал, как любит поразмышлять над произведениями Джека Лондона. А вот из современной литературы отметил таинственную историю Билли Миллигана Даниэла Киза. На финансовое положение Дзюба не жалуется, ведь он считается наиболее высокооплачиваемым футболистом сборной России. По неофициальным данным, его зарплата составляет 3 миллиона 600 тысяч евро в год, а трансферная стоимость игрока на июнь 2019 года составляла 13 миллионов. Артем признается, что любит быструю езду, которая соответствует его ритму жизни. В планах у знаменитости – покупка Ламборджини, но сейчас он водит Мерседес, а первым автомобилем футболиста была Део Нексия.